Всем привет дорогие друзья! Меня очень часто спрашивают, как создать интернет-магазин современного уровня, чтобы это было такое некое подобие Алиэкспресс, Мвидео или ДНС. И сегодня я расскажу вам, как создать именно такие магазины, то есть я вам расскажу, как создать интернет-магазин на WordPress. И именно не просто интернет-магазин, а именно аналог этих платформ. Ведь большинство пользователей хотят создать интернет-магазин бесплатно, и знаете, это почти возможно. Действительно, создать интернет-магазин на WordPress можно практически за час, так как это позволяет сделать современные технологии. Если вы хотите создать интернет-магазин для дропшиппинга, то вам также будет интересно это видео. В этом видео я расскажу вам, как создать интернет-магазин бесплатно, и сделать это довольно-таки просто. Если вы спрашивали себя, ну как создать интернет-магазин с нуля, или находились в состоянии ответа на вопрос, на какой платформе создать интернет-магазин, то сегодня вы решите также для себя эту дилемму. Очень часто люди ищут ответ на вопрос, как создать интернет-магазин одежды, или как создать интернет-магазин дропшиппинга, и не находят его. Сегодня вы все узнаете. Итак, мы начинаем. Для того, чтобы вам разместить свой сайт, вам нужен домен и хостинг. Что такое домен и хостинг? Да, все просто. Домен – это адрес вашего сайта, хостинг – это пространство, то есть как бы сервер для размещения файлов вашего сайта. Ведь по факту сайт – это просто папка с файлами. Эту папку нужно хранить. Ее хранят на хостинге. Итак, для создания домена и подключения хостинга, вам нужно зарегистрироваться на любом хостинг-провайдере. Из топов выделяют на российском пространстве, вернее, на русскоязычном пространстве. Это Baggett, McHost, RootCenter, Ragru. Я пользуюсь международным интерсервером. Все ссылки на этих все хостинг-провайдеры будут у вас в описании под видео. Ссылки не реферальные, я с них ничего не зарабатываю, поэтому, чтобы вы быстрее все это нашли, и у каждого хостинг-провайдера есть своя панелька личная. Но есть, допустим, у некоторых используется какое-то общее решение, как у меня интерсервер используется C-панель. По интерфейсу они все различаются, но суть одна и та же. Вам нужно создать домен, то есть домен на имя, потом подключить это домен на имя к хостингу и установить к этому домену на хостинге систему WordPress и перейти в панель редактирования WordPress. Если возникнут с этим какие-то проблемы, напишите мне, я вам помогу. Все ссылки, кстати, для связи со мной есть в описании под видео. Я буду размещать сайт на поддомене. Что такое поддомен? Например, у вас есть интернет-магазин, допустим, shop.ru. И вы хотите создать отдельный сайт, допустим, одностраничный сайт или другой интернет-магазин, например, под категорию джинсы. И вам не нужно создавать новый домен, платить за него снова. Да, кстати, домен в зоне RU, то есть на русскоязычное пространство, стоит сейчас, наверное, 170 рублей где-то в год. Вот в зоне, если на весь мир, то в зоне комнат в районе, наверное, 700-800 рублей. Есть же так еще расширение store, да, именно для интернет-магазинов. То есть на весь мир там оно подешевле, наверное, стоит в районе 200 рублей. Но я не советую его брать, потому что, ну, что-то, что такое. Если вы создаете что-то, то лучше один раз заплатить. Допустим, если вам на весь мир нужно, то 800 рублей – это ничего в год. Да, хостинг стоит примерно где-то, наверное, сейчас 250 рублей в месяц на право размещения вашего сайта в сети. Но, допустим, на хостинг-провайдере-беге там первый месяц вообще бесплатный хостинг. Поэтому смотрите, сами выбирайте. Итак, что такое поддомен? Например, у вас есть домен shop.ru, и вы хотите создать отдельный сайт для размещения товаров по продаже джинс, да. И вам не нужно создавать там, например, джинс, джинс – название магазина вашего, заново платить за новый домен. Вы можете создать в рамках существующего домена shop.ru на поддомене, например. Он будет у вас, например, называться jeans.shop.ru, и это будет в рамках этого хостинга, но уже на отдельном сайте. И поэтому так можно много создавать сайтов. Например, у меня интерсервер, у него нет лимита на количество сайтов в рамках одного домена. И вот смотрите, я перехожу в свою вкладку, есть специальная субдомен. Снизу я выбрал свой домен, да. Как видите, у меня много различных сайтов. А здесь просто нужно ввести название поддомена. Он будет у меня называться R-Fashion. Да, кстати, если вы знаете, у вас есть домен хостинг, если вы знаете, как это все делать, у вас видео разбито на главы, и вы можете прям переключаться по главам, чтобы перейти к интересующей вам тематике побыстрее. Так, ввели название субдомена, create. Создался наш субдомен, перехожу в главную панелечку. Теперь нам нужно установить WordPress на наш этот поддомен. Тут есть специальная вкладочка, скрипт, и вот WordPress я выбираю. Да, и здесь мне нужно install, сюда кликнуть, выбрать созданный поддомен R-Fashion. Далее, если здесь директория WP, я WP удалил, то есть чисто в эту директорию r-fashions.alexbashi.com нужно установить. Ну, и название магазина, допустим. Можно потом его изменить, но я сразу сейчас все сделаю. R-Fashion. И вот тут имя и пароль, да, по имя, допустим, я fashion поставлю. А пароль, допустим, сгенедирую новый. E-mail поотвечаем, на котором будут приходить все уведомления. Я рекомендую вам сразу подключить тот имя, который вам нужен. Потом, чтобы не было проблем с переподключением. Так, все верно. И язык консоли. Я обычно английским пользуюсь. Ну, так как я из всех зрителей, не все зрители знают английский, поэтому я русский поставлю. И install. Начинаем установку. Происходит установка WordPress. И вот посмотрите, мне сгенерировался адрес моей консоли. Но если у вас не сгенерировался адрес консоли, то у вас выйдет логин и пароль. Обязательно запишите его. И потом, смотрите, вы вводите, точнее, не так, в адресной строке браузера, вы вводите, получается, название вашего домена, ставите слэш и вводите vp-admin. И заходите. Я просто кликаю по ссылке. Так, если вы будете создавать хостинг и подключать, создавать домен и подключать хостинг, то не пугайтесь. У вас может, у вас потребуется некоторое время на активацию вашего домена и подключение к хостингу. Это может занять от часа до суток. Поэтому, поэтому, как бы не пугайтесь, все нормально. Идет процесс, идет своим чередом. Но если больше суток, там, двое-трое суток ничего не происходит, то напишите в службу поддержки, вам помогут. Итак, смотрите, открылась моя консоль редактирования. Если у вас будет ссылка, у меня, видите, уже сразу, в чем хороший интерсервер, он устанавливает сразу обновленный WordPress, самую последнюю версию, самой последней версии PHP. PHP – это язык программирования, на котором написан движок WordPress. Очень важно, чтобы PHP был последней версией и WordPress был последней версией. Почему это важно? Это важно для того, чтобы все плагины без проблем у вас остановились на ваш сайт. Итак, мы перешли в нашу консоль редактирования. Теперь нам нужно установить тему оформления. Итак, как вы видели в демонстрации, я вначале продемонстрировал сайт, который мы создадим. Он очень хороший, он профессиональный, он классный, многофункциональный. Официально эта тема оформления стоит у разработчика 7500 рублей. Вы можете, у меня есть многопользовательская лицензия, вы можете купить у меня эту тему всего лишь за 1000 рублей. У вас под видео есть ссылка «Получить тему оформления». Вы кликайте по этой ссылке и оставляйте свои контактные данные, после чего я с вами связываюсь, и мы обговариваем с вами все условия. Либо вы сразу можете написать в личку, я вам в течение 10 минут пришлю эту тему оформления. Все ссылки для связи со мной есть также в описании. Итак, после того, как вы получили все файлы нашей темы оформления, вам нужно зайти в внешний вид темы, добавить и загрузить тему, выбрать. Кликаем по этой кнопке. И вот смотрите, я открыл файл с новой вашей темой. В общем, я вам пришлю архив. Вы этот архив разархивируете и заходите в разархивированную же папку. И вот здесь есть папка «Тайм». Кликайте два раза по ней, и вот она подгрузилась вот сюда. И теперь кликайте «Установить». И дальше вам нужно подождать. Это может занять очень длительное время, но вам нужно подождать. Как вы видите, наша тема установилась, теперь нам нужно просто ее активировать. Активировать. И вот, пожалуйста, наша тема установилась. Теперь нам нужно установить все необходимые плагины. Для этого кликаем вот по этой ссылочке. Выделяем все необходимые плагины. Выбираем действие «Install». Ну или «Установить». «Применить». Итак, смотрите, наши плагины все установились. Теперь кликаем вот по этой ссылке. Также выделяем все плагины. Уже выбираем действие «Активировать». «Применить». И ждем, пока все плагины активируются. Все, отлично. Переходим в консоль. Так как мы установили WooCommerce, нужно ввести все стартовые данные для настроек. Это очень важно для того, чтобы правильно настроили страницы, такие как оформление заказа, каталог. Вот все это. Вот все вот эти странички именно, которые относятся к функционалу WooCommerce. Я ввожу в страну и кликаю вот сюда по кнопочке. Нет, спасибо. Физический продукт у меня выбран. Далее. Сколько я буду товаров продавать? Ну, от 100 до 1000 ставлю. Продаю ли я где-либо еще нет? Отключаю вот все вот эти предлагаемые плагины к установке. Continue. Я выбираю «Продолжить с моей темой». Нет, спасибо. Закрываю окошко. В консоль переходим. Теперь нам нужно импортировать. Для того, чтобы с нуля все не настраивать, а просто импортировать все настройки и демо-контент, нам нужно, находясь в консоли редактирования, перейти, сделать следующее действие. Значит, нам нужна вкладка «Инструменты» и выбрать вот этот «Apus Demo Import». Тут несколько вариантов импорта. Я вам, у вас все варианты демо-импорта будут по ссылке под видео, будут все варианты демо-импорта. Но мы будем настраивать первый вариант. Первый вариант выбираем и кликаем вот по этой кнопке. «Окей». И пошла загрузка. Наш демо-контент удачно импортирован. Теперь давайте перейдем на сайт. И вот мы все установили. Теперь давайте перейдем на наш сайт и посмотрим, как это все выглядит. И вот, пожалуйста, слева у нас с вами меню. Здесь идут слайдеры. Здесь идут категории товаров. Но их лучше будет сделать на загрузить свои изображения, сделать на прозрачном фоне и плюс одинаковое название, чтобы вниз вот так вот не вылазило. Здесь идут новые товары по продаже и самые популярные в плане рейтинга товары. И вот, пожалуйста, идут баннеры, идут товары, как бы общая из электроники. И по подкатегориям можно посмотреть. Все это очень динамично, все это очень профессионально и красиво. Тут также все это. Блок можно ввести, да. Показано нам тут все. В общем-то, пласты нужно завести, преимущества. И вот самое интересное. Это сейчас я вам покажу, что мне больше всего нравится. Перейти в магазин. И вот смотрите, тут очень необычно все настроено. Обычно в интернет-магазинах WooCommerce, да, у нас либо подкатегория, мы разбиваем там подкатегория. Тут сделано так. Смотрите, слева тут уже менюшечка есть. И, допустим, мы хотим камеру и фотография. И отображаться только камерой и фотографией. Если вот сюда мы кликнем, хомаудио, только эти товары. То есть, такая необычная очень презентация товаров по категориям и подкатегориям. Можно посмотреть все как в категории. У меня такого раньше нигде не видел. Смотрите, можно так отображать. Можно и вот так можно даже. Давайте зайдем в товар. Смотрите, тут очень интересная презентация, необычная. Тут можно описание сделать. Можно другие товары похожие показываться. Можно табличку с характеристиками. Сразу установлена возможность постить этот товар в различные другие соцсети. И также очень классно. Можно даже видео добавить сюда, в карточку товара. То просто тема очень классная. Можно быстренько посмотреть товар. То есть, товар, то есть, интернет-магазин прямо сделан такой, прям профессиональный. Он так в лучших традициях Алиэкспресса или видео таких крупных маркетов. И вы можете получить этот просто шаблон там за 1000 рублей. Это очень классный вариант. Давайте перейдем на главную страницу. Давайте я вам немножко сейчас быстренько пробегу, покажу, как можно тут все настроить. Смотрите, вам нужно изменить эти категории на свои и изменить товары на свои товары. Для этого в консоли заходим. Товары, категории. Здесь меняете на свои категории. Здесь меняете на свои товары. Своими товарами замещаете. Если вы не знаете, как это делать, все, кто приобретут эту тему у меня, получат от меня, конечно же, бесплатно, пошаговый курс о том, как настраиваются и товары, и категории, и вариативные товары, и фильтры, и настраивается доставка, оплата, как подключаются все необходимые поля, я предоставлю свой самый последний актуальный курс, на примере которого я показывал, как это все делается, как делаются и простые страницы, и страницы на Elementor. То есть, вы сможете полностью все для себя настроить. Вам останется лишь настроить главную страницу лично этой темы, а также настроить подвал и шапку сайта. Сейчас я покажу, как вы это можете сделать. Тут есть Theme Options. Опять, все, кто приобретут тему у меня, получат от меня личную консультацию, и для каждого я, когда вы настроите свой интернет-магазин, останутся недочеты, нужно будет перевести какие-то названия с английского на русский, или что-то поменять, я бесплатно с каждым поработаю и изменю это все кодом. Смотрите, тут настраивается шапка полностью, тут футер-подвал, тут настройки блога, ну, тут все очень просто. Тут настройки именно магазина, каталога, здесь настраивается, здесь настраивается карточка товара, ну, здесь подключаются различные социальные соцсети, да, то есть вы получите, вы как настраиваете? Вы устанавливаете тему, подключаете все необходимые плагины, вы загружаете демо-контент, и у вас сайт уже готов, а потом вам остается лишь заменить демо-контент своим контентом. А как это сделать? Вы получите от меня пошаговый курс об этом, и вы также получите от меня личную мою консультацию и помощь, да. Опять же, как говорил ранее, ссылки для покупки темы есть в описании, ссылки для связи со мной есть также в описании. Для всем, кому нужен полноценный интернет-магазин, это самый лучший и самый идеальный вариант. Для того, чтобы приобрести эту тему оформления, все, что нужно сделать, это связаться со мной, я вам отправляю ссылку для скачивания, вы скачиваете свою уже лицензионную тему оформления, и делаете все пошагово, и в итоге получаете свой интернет-магазин. Все очень просто. Так что можете связаться со мной, и я вам помогу создать интернет-магазин. А на сегодня у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok